Продукты питания, медикаменты, тёплые вещи, товары первой необходимости. Со временем список расширялся, росло и число тех, кто хочет помогать. В Одинцовском округе активную волонтёрскую деятельность с марта 2022 года ведёт добровольческое движение «За наших». За это время они оказывали помощь госпиталям, воинским частям, гражданскому населению. Постепенно стали получать запросы на конкретную помощь. Так запустили в работу изготовление ампулиц-самоколов. Мы сами делаем. Вставляются сюда ампулы. Мало того, они самоколы. Вот так вот моментом откалываются. Дальше. Вот сюда вставляется шприц. Сейчас мы ещё делаем модификацию, чтобы было закрыто два шприца. То есть сюда вставляется шприц, иглой туда защёлкивается. Всё, она сохранена. Они одной рукой вот так отщёлкивают, вынимают шприц и колют. Параллельно добровольцы проводят бесплатные краткосрочные курсы, где обучают мужчин призывного возраста, как правильно пользоваться аптечкой. Накладывать перевязки и жгуты. С конца сентября их уже посетили порядка 130 человек. Мы таким местом впитывающим, накладываем на ранение. Использовать её, затягивать, как место жгута, если не сильное кровотечение. То есть вот и она в итоге заматывается уже. Я уже так буду показывать быстренько. И фиксирующей скобой она закрепляется. Единая цель объединяет людей. Многодетная мама Надежда Парфёнова не смогла остаться равнодушной и пришла помогать. Шьём на дому. Мы шьём флисовые кофты, снуды, бафы, повязки, госпитальные пелёнки, простыни. Сегодня добрые дела нужны как никогда. Чтобы обеспечивать запрос военнослужащих, требуются руки. Мы работаем уже почти полгода. За этот период основной наш продукт – это носилки ФОМА-180. Сейчас мы переходим на носилки ФОМА-215. Это просто чуть больший размер. Как отметил глава муниципалитета Андрей Иванов, ежедневно количество волонтёров в округе возрастает. К сотрудничеству с добровольческими организациями уже подтянулись детские сады и школы. Люди с наилучшими пожеланиями передают открытки, письма, сладости для военных. И каждая посылка доходит до адресата. Елена Краева, телекомпания Одинцова.